Здравствуйте. Мы очень рады, что вы приехали. Какой у вас был самый любимый предмет в школе? И вы хорошо учились? Я очень плохо учился, Сонечка. Никому об этом не говори. А любимый предмет у меня была математика. А почему вы очень любили математику? Дело в том, что у меня мама бухгалтер. Наверное, это генетика, это передалось через гены. И я в душе тоже бухгалтер. Я люблю считать. Я даже выигрывал какую-то олимпиаду. Вы помните свою самую первую школьную любовь? Да. Хорошо помню. Я ее сейчас вспоминаю иногда. Это была школьная красавица. Ее любили многие. Но Англия, думаю, она даже не знала об этом. А как ее звали? Ира. А вы были творческим ребенком? Нет, я был скорее хулиганистым ребенком. Меня исключили из пионера, потом из комсомольца исключили. В книге «Как потратить миллион, которого нет» и другие истории юридического мальчика есть список ваших в детстве прочитанных книг. Их там очень много. Это правда? Нет. Это часть правды. А вторую часть правды я вспомнил потом. Их было намного больше. Какие книги вы читали в детстве? Это совершенно случайный набор. Сейчас такого понятия уже нет. Это книжный шкаф. Вот дома, в каждом доме был книжный шкаф. Книжный шкаф. И так как книги не помещались в книжный шкаф, потом люди обрастали еще книжными полками где-то там над сервантом. И вот эти книги, которые попали к нам домой случайно, а книги были дефицитом, их нельзя было купить. Их не было в магазинах. Я и прочитал. Это совершенно случайный набор. Там есть книги, к которым я сегодня бы на пушечный выстрел не приблизился. Но много попалось хороших книг. Какой ваш самый любимый писатель? Не знаю. И мне тяжело одного выделить. Ну давай, если один, то это два. Ильф и Петров. Вы мечтали в детстве стать знаменитым? Видишь, я не знал, что это такое. Мы вообще не знали, что такое знаменитый. Знаменитый это был прежний председатель ЦК. Или какой-то писатель, или артист. Нет, даже мыслей таких не было. Ты что, это страшно подумать. Мечтал, сначала мечтал поступить в кинематографический институт в Москве, в ГИК. А почему? Мне казалось, что это интересно. Вот это, кстати, я отвечу на твой вопрос, творческий ли я был человек. Наверное, творческий, потому что мечтал поступить во ГИК. А потом выяснилось, вот выяснилось всего два года назад, что, оказывается, у меня дядя был, известным режиссером в Петербурге, который мог просто поднять трубку и попросить, чтобы меня приняли в ГИК. И меня бы приняли в институт, и меня бы приняли в ГИК. Но, к сожалению, тогда семья скрывала, что мы родственники. Потом мечтал о финансовом благополучии. Деньги хотел. Я считал, что вот мне нужно для полноты счастья вот такая-то сумма плюс машина и квартира. Сейчас я уже понимаю, что деньги и счастье – это вообще несвязанные вещи. А что такое счастье? Когда просыпаешься с улыбкой и засыпаешь с улыбкой. И сейчас улыбаешься. У вас есть три дочки и один сын. Вы строгий папа? Я не думаю, что я очень строгий папа, но я не балую детей. Наказывали я их. Это может быть наказание. У меня все дети, кроме младшего, потому что она не достигла этого возраста, с 12-13 лет работают. Причем это не такая работа, где можно получить фан, удовольствие, когда ты просыпаешься и думаешь, когда же уже быстрее на работу. Например, дочь у меня работала помощником повара. Помощник повара знает, что делает? Чистит картошку и моет кастрюлю. Помощником повара в благотворительной столовой в синагоге. А сын работал помощником повара в ресторане. Это тоже такая работа. Тоже те же картошка и та же кастрюля. Но это не наказание. Я хочу, чтобы они поработали и увидели, насколько это нелегко. Дело в том, что заниматься любимой работой – это удовольствие, это кайф. А заниматься нелюбимой работой – это не очень хорошо. Полюбить, чистить картошку они не смогли. То есть они не хотят всю жизнь чистить картошку. Поэтому им нужно пахать. Какое самое ваше яркое воспоминание в детстве? Первая любовь. Которая не знала, что она первая любовь. Футбол во дворе. Вообще двор. Самое яркое воспоминание, наверное, это двор. Сейчас же нет дворов, как таковы. А тогда был двор, и мы общались. Это был наш Facebook. Специально для программы Тип-Топ новости.